8 лет назад в учебных программах российских школ появился предмет основы православной культуры. Для преподавателей новой дисциплины учредили специальный курс православный учитель. В этом году его лауреатами стали две учительницы из Чувашии. Инесса Семушкина, преподаватель Чебоксарской гимназии номер 2, и Ирина Егорова из Янтиковского района. Вместе с четвероклассниками столичной гимназии на уроке сидела и наша съемочная группа. Когда основы православной культуры только появились в расписании, родители реагировали неоднозначно. Тогда не все понимали, предмет исключительно светский и учат на нем в общем, общечеловеческим ценностям. Как хочешь, чтобы обращались к тебе, обращайся так к другим людям. Согласны? Да. Вот действительно, как звучит правило. А как еще принято называть это правило? Дима? Золотое правило этики. А это золотое правило этики. Тем, кто носит на груди полумесяц или звезду, совсем не вредно разбираться в архитектуре храмов и знать, что такое иконостас. Перед преподавателями сложная задача не переступить тонкую черту между основами православной культуры и законам Божьим, которые преподают в воскресных школах, и сделать уроки интересными для учеников. Ой, но я со Семушкиной это получается. Основу православной культуры все больше привлекает внимание общественности. Основной целью этого курса является воспитание высоконравственного человека. нашего российского государства. Мы хотим видеть наших детей добрыми, честными, трудолюбивыми, отзывчивыми. Конечно, любящими свою родину, своих родителей. Ну и, конечно, умеющими вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В Саранске, где награждали лучших православных учителей этого года, у Инессы Геннадьевны было больше двухсот конкурентов. Она стала одним из двадцати восьми лауреатов. Сыграла свою роль в формат уроков. Мне запомнилось на этом уроке разгадывать кроссворды, работать вместе с подоклассниками, отвечать на вопросы. За время учебы моего сына я очень много замечаю, что он привносит из школы какие-то истории, что они узнают библейские, где говорится как раз о доброте, о помощи друг другу, о желании помогать, беречь друг друга. Мы не знали, какой коне молиться подойти, как свечку зажигать. Кто-то рыжь, а кто-то бел. Кто-то в играх не умел. Ни над кем нельзя смеяться. Никого нельзя дразнить. Нужно очень постараться. Словно братья всех любить. И тогда на белом свете так чудесно будет жить. Ученикам интересно, родители довольны. Вопрос, нужен ли детям, такой урок уже не стоит.